Тем временем в правительстве области до сих пор не комментируют ситуацию, связанную с арестом Никиты Белых. Сегодня перед началом очередного пресс-тайма журналистов сразу предупредили вопросы только по теме. А темой стало развитие моногородов и международное сотрудничество. Подробности у Анастасии Шерстневой. Развитие моногородов в Кировской области идет согласно срокам. Об этом сегодня сообщил министр развития предпринимательства, торговли и внешних связей региона. Кировская область – одна из лидеров среди регионов по работе с моногородами, отметил Алексей Вершинин. Осталось только грамотно привлечь инвесторов. И успехи уже есть. Буквально вчера мы получили ответ от наших китайских коллег о том, что планируется приезд делегации. И они всерьез рассматривают вопросы строительства завода по производству керамической плитки в Ветских полянах. Поэтому мы очень надеемся на то, что придет туда уже серьезный инвестор. Кроме того, власти начали разрабатывать карту инвестиционной привлекательности региона. С ее помощью предпринимателям будут предлагать конкретные идеи для бизнеса. То сейчас, как отметил Вершинин, у кировских бизнесменов существует дефицит идей. И чтобы решить проблему, в Белой Холунице провели ярмарку идей «Город будущего», где любой желающий мог высказать мнение, как развивать свой город. Там есть уже зачатки развития органического земледелия. И кроме того, предлагается населением использовать все природно-климатические ресурсы города. Ну и, конечно, звучали идеи по развитию промышленного парка. И особенно были высказаны идеи по развитию сферы услуг. Подобные ярмарки идей теперь будут проходить во всех моногородах области. Также власти озадачились, как сделать наш регион более привлекательным для туристов. Решили, что нужно развивать праздники. И самый ближайший, Вятский Лапоть, уже сможет привлечь жителей из соседних регионов. Впервые мы будем проводить региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». И это уже касается не только Приволковского федерального округа, это и Уральский округ, и Северо-Западный округ. Огромное количество заявок, огромное количество людей, которые приезжают на этот фестиваль. А на следующий год у правительства и вовсе грандиозные планы. Впервые в нашей области планируется провести гастрономический фестиваль. Правда, место еще выбирают. Такой праздник, уверены власти, будет интересен не только жителям нашего города, но и туристам. Анастасия Шерстнева, Николай Шхарбиев, Бюро новостей.